Сахаром будешь? Без. Нужно запаснуть сахар. И вкуснее. Можем в эфире? Да. Машем туда ручкой, говорим доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. У нас сегодня в гостях Юлия Иванова. Девушка, которая создает косметику с натуральных продуктов. Качественную косметику. Крема, мыло, шампуру. Что ты там еще создаешь? Тоники, маски. Крем. Крем-йогурт. Который можно и есть. Теоретически, да. Дети, в таком случае, регулярно подъедают мамины крема. У меня, в принципе, и детская есть косметика. Вот, Юлечка, сколько ты лет уже этим занимаешься? Уже более двух лет. Но я начала заниматься этим не просто так. Я технолог по образованию, инженер технолог пищевой промышленности. И, будучи в декрете, я поняла, что я не могу ничего купить своему ребенку в масс-маркете. То есть, в магазинах не самое дорогое, не самое дешевое. Все мне не подходит. Потому что я технолог, опять-таки, я знаю, что там написано, декомпоненты. Что этого лучше не стоит. Да, что это все не стоит. И скрируетировать на детях, причем своих. И пришлось делать самой. С этого началось. Начало детеныша делать. То есть, ребенку три года, значит, три года ты занимаешься косметикой. Два года. Я начала заниматься, когда ребенку было полгода. И три года ему в парте. За это время у тебя с продаж, я просто помню, когда ты там начинала, мыло варила, что-то еще такое, с продаж маленьких каких-то предметов. Сейчас у тебя уже много постоянных клиентов. Уже могу себе позволить заказать у моего гениального дизайнера гениальные этикетки. Я ее так люблю. Маргарита, привет. Вот, а дизайнер полтавский? Да. Девчонка, просто девчонка. Я совершенно случайно ее нашла. Пришла печатать этикетки, которые я сама сделала. А вот этот момент у меня уже было... А можно понюхать? Оно закрыто? Или можно открыть? Можно, только запомни, какое ты открываешь, чтобы я его потом не продавала. А, стоп, тогда не буду. Потому что этот продукт совершенно натуральный. Там и... Он не терпит. То есть, если открыл, уже... Все, в том срок хранения, четыре месяца в холодильнике. Все, тогда не открывай. Потому что я готовлю в стерильных... Я готовлю в стерильных условиях. Да, все закрывается, все и кричит в холодильнике. И потом, когда ты открываешь, идет осеменение, контакт с воздухом. Да, воздух у нас не стерильный, здесь и стафилококки, все, что хочешь летать. И все, это осеменение и процесс... И сколько он, когда открытый, можно им пользоваться? В холодильнике четыре месяца хранится. Когда открытый, да? Ну, вот открыл... После открывания, да. Открыл, попользовался и поставь в холодильник. Да, да. Полностью натуральные, авторские рецептуры. Я сама... Ну, тебе, ну, еще раз напомню. Сама создаю рецептуры. Возможно, есть чем похвастаться из того, что ты такого вот... Создала самого интересного. Очень интересно. Это BB-крем. Какой-то кофейный он у тебя на вид. Он при высыхании подстраивается под цвет кожи. Здесь минеральный пигмент. И когда он высыхает, подстраивается... То есть это натуральная тоналка? Ну, и тоналка, это BB-крем. Он немножечко тонирует, буквально капельку. Защищает от ультрафиолета. Защищает от мороза. Питает. Углажный пигмент. Имеет антиоксидант. Ну, нет. Маслами просто. Саша сидит у него. Наконец-то понимает, что это можно. Юля, расскажи, были ли у тебя какие-то курьезы интересные? Тонкий нежный запах. Масла все натуральные. Никак не ароматизировать. Тонко-тонко. Еле-еле. Класс. Были ли у тебя какие-то вот курьезы интересные при изготовлении вообще за время работы связанные? Ну, даже не знаю. У меня все настолько идеально идет. Не, ну это хорошо, что идеально идет. В общем, возможно... Ванилька. Никак. Саша, мы так ваниль. Это с астрактом, да? То есть у тебя, вот если брать, пересчитать, у тебя можно и бальзамы найти и бальзамы. Соль вильгината. Да. Вы разговариваете, а я по-своему. Шампуленные, масла разные. Опять же, натуральная косметика. У меня есть много знакомых аллергетиков. Натуральная косметика, она может вызывать аллергии, поскольку это не химия. То есть, если это минеральное масло, то это такое более минимум правильное, оно убивает твою кожу и тебя остарит безумно. Вызывает атопический герматит, но оно нейтральное. То есть здесь масла, и нужно внимательно читать составы. Я везде пишу составы, то есть ты читаешь, аллергия на апельсин, если есть либо эфирное масло апельсина, мы уже не берем себе. Обычно все мои клиенты, это постоянные клиенты, приходят по рекомендациям, и каждого человека я лично консультирую. То есть я смотрю на состояние кожи, на тип кожи, на возраст человека, на том, чем пользовался до этого, какой косметикой. И мы подбираем полностью уход, притом правильный уход, он состоит минимум из трех частей. Это правильное очищение, по типу кожи подбираем средства, без мыла, без спирта, правильная тонизация, то есть мы возвращаем к коже ее нормальный слабо-хистый этаж, 5,5, подготавливаем кожу к следующему этапу, это увлажнение, и уход в виде питания, два раза в неделю должен быть. И мы подбираем все средства. Если у человека есть какие-то аллергии, какие-то кожа реактивные, то мы создаем уникальный рецепт под человека. Мы изучаем, что ему подходит, что не подходит, ну и создаем что-то в дальнейшем развитии. На данный момент... Сейчас я просчитываю, уже подогнала свои рецептуры под ДСТУ, я общаюсь с лабораториями, со специалистами о том, как правильно это все дела оформить, сколько это будет стоить в денежном эквиваленте. Нашла уже инвестора, которому это, в принципе, интересно, нашла помещение. И дело сейчас за просчетами, за разработками постоянных рецептур, чем я и занимаюсь. Это мои новые, я после Нового года этим занялась. Это переделает все рецептуры под ДСТУ конкретно, чтобы все было... чтобы их уже выпускать... Чтобы можно было это законно и было все чистое культурное. Но это тяжело сейчас, конечно, такие условия поставили, что... Сейчас бизнес закрывается, в основном, они открываются. Да, на этом я хочу сыграть. Все закрываются, конкуренты я открываюсь. Пусть им меньше конкуренции. Тем более, я надеюсь, что скоро выборы попустят немножечко. Ну, выборы приарятся, надо будет власти. У меня вопрос. И очень серьезно. Я... Ну, у меня в доме много женщин. Я один мужчина. И я часто вижу косметику. Все это понятно. И меня, когда, особенно перед праздниками, да, ну, стараемся что-то из косметики подарить любимым. Все. И я обратил внимание, мужчинам мало уделяется внимания в этом плане. У вас есть что-то? Мужская линия какая-то? Есть. Крем после бритья. Крем после бритья, да? Он увлажняющий, он питательный, он имеет заживляющие свойства. То есть, если лицо лица сухая, можно не только здесь, а везде, при этом это все натуральное, но и на ином хранить в холодильнике. Ну, это само собой мы уже поняли. А вот это один какой-то крем или целая линия у вас? Пока один. Пока один. А он с каким ароматом как-то или вообще? Ну, маслами. Как вот этот пахнет? Ну, тонко? Маслами пахнет. А вы? Мужчинам стоит использовать вот такую косметику? Не стоит? Увлажнение там? Конечно. Если мужчина хочет оставаться здоровым, красивым, молодым, останавливать окрестительные процессы, особенно имея вредные привычки, это важно, которые сказываются на внешности. А дорогое удовольствие вообще? Ну, вот мужской крем, например. Нет, 125 гривен такая вот баночка. На сколько его хватит? Месяца на 4, но знаю, как мужчина пользуется и на полгода пока не испортится. Серьезно? Такая баночка для... Им каждый день надо пользоваться или вы как-то рекомендуете частоту использования? Я рекомендую два раза в день, но мужчина этого не делает. Да, это нормальный день. Мужчина, когда вспомнил в холодильнике, о! Нашел. Его есть, да, либо же с ним разговаривать, уже когда нашел. А вот вы говорите, вы начали этим заниматься, когда ребенку было полгода. Это как-то связано с тем, что у вас был маленький ребенок? Да, вы столкнулись с чем-то. Я не нашла косметику, в которой можно намазать своего сына. Все содержит минеральное масло. Оно способствует развитие атопического дерматита, то есть оно уничтожает твой защитный, естественный, липидный слой, барьер, который задерживает влагу внутри кожи, который защищает тебя, и в итоге кожа быстрее пересыхает. Если человек предрасположен к атопическому дерматиту, ветерыш, то скорее всего он еще больше пасторского развития. И, конечно, свежий влажный воздух это само собой и чистая квартира. Назови, пожалуйста, как называется твоя косметика? Кутуша. Кутуша. А почему она так называется? Меня Кутуша назвал мой старый знакомый буддист. А буддистом виднее, кто я их на самом деле. Так и пошло. Есть какие-то еще вопросы, Фили? У меня нет. Я получил самый главный ответ для меня. Понюхал, нашел, что и мужчинам этим можно пользоваться. Мужчинам. Это очень важно. Для меня это важно. Я могу сказать, к праздникам всегда готовлю какие-то коробочки, какие-то подарочные наборы. Можно всякие открыточки. Сейчас 14 февраля всякие валентиночки. О, это ж не влюблено. Где это все можно найти? У меня. Ко мне клиенты на дом приходят. На сегодняшний момент только у вас. Поэтому, если у кого-то есть хороший магазин, кто хочет реализовать мою суперкрутую косметику, пишите, звоните. Я с большой радостью. Вот. А вам здоровья, здоровья, здоровья. Еще раз здоровья. Сегодня пятница. Тем более здоровья. Вот. Хорошего дня. Всем удачи. Погода говорит, что сегодня ночью будет плюс два и дождь. Ну, вот так вот. Пока идет с ним. Пока приятная, нежная зима. А чтобы согреть себя этой холодной, проморзлой, противной зимой, покупайте косметику Кутуша. Да. И спасибо. И с утра во Франсуа кофе собирает друзей только здесь. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...